Привет! В этом видео мы поговорим о создании скалистого ландшафта в Word Creator. О его текстурировании с помощью процедурных текстур. Об экспорте Color и Displacement Map. О имперте этого ландшафта в Cinema 4D и рендере в Arnold Render. Также я научу вас имитировать легкую дымку или туман. А также покажу, как делать легкую постобработку в Photoshop. Для получения более объемного и атмосферного изображения. Поехали! Итак, открываем Word Creator и начнем работу с такими настройками. Пока этого будет достаточно. Затем активируем Custom Base Shape и нажимаем на кнопку Edit Shape. После чего, с помощью специальных манипуляторов, настраиваем форму ландшафта, которую хотим получить. Также обязательно включаем Seamless X и Seamless Z, чтобы избежать проблем с Displacement на рендере. Да, текстура будет талится, но это очень даже хорошо для того же Quixel Mixer. Если Вы захотите создать материалы в нем. Да и с таким подходом не будет никаких проблем на швах. Итак, я думаю такой формы будет достаточно для урока. После того, как завершили ее редактирование и довольны результатом, нажимаем Done Editing Shape. И теперь приступим к добавлению фильтров. Для этого нужно перейти в данную закладку и добавить первый слой нажатием на кнопку Add Layer. Для слоя пишем любое имя. Я рекомендую переименовывать слои для удобной организации проекта, чтобы потом их не перепутать. Далее, чтобы открыть окно с пресетами для фильтров, нажимаем на клавишу Add. В итоге у Вас появится их превью. Вверху находится категория и внизу список фильтров. Переходим в категорию Plateaus. И выбираем первый фильтр под названием Rocky Plateaus. Сразу же в ее порте он станет активным. Но это пока лишь превью и чтобы его добавить в сцену, нужно нажать на клавишу Add. Нажимаем на нее три раза, чтобы добавить три фильтра. Затем выходим из категории пресетов, нажав на клавишу Back. В итоге у Вас будет три фильтра, которые можно временно отключить и настроить каждый из них по отдельности. Кстати, мне уже нравится, что получается. Поэтому я включаю все фильтры и оставляю настройки по умолчанию. Так как уже получается достаточно хороший результат, подходящий для дальнейшей работы. Естественно, при желании Вы можете поэкспериментировать с настройками фильтра, который находится вот здесь. В них нет ничего сложного. Достаточно изменять положение слайдеров и Вы сами поймете, на что они влияют. Теперь добавим еще один слой. Для этого нажимаем Add Layer и получаем еще один слой, в который можно добавить разные фильтры. Его называем Cliffs. Так как именно здесь мы добавим нужные фильтры, для получения скалистой поверхности. Первый фильтр, который будет участвовать в этом процессе, Anglet Erosion. Который находится в категории Advanced Erosion. Следующий фильтр находится в этой же категории и называется Talus Simulation. Его тоже добавляем с помощью кнопки Add. Далее переходим в категорию Effect и добавляем фильтр Rugged. И последний фильтр, который нам понадобится, это Sediment Complex, который находится в категории Sediment. Далее возвращаемся в настройки добавленных фильтров. Для этого нажимаем на кнопку Back, чтобы выйти из превью режима. Итого в данном случае получилось 4 фильтра. У каждого достаточно простые настройки. И большинство мы оставим по умолчанию или немного поэкспериментируем. Это уже по Вашему желанию. Помним одно правило. Когда настраиваем определенный фильтр, выключаем все остальные, если они Вам не нужны. То есть оставляем включенным Anglet Erosion и временно включаем все остальные в этом слое. Далее экспериментируем с его настройками. Как только довольны результатом, включаем следующий фильтр и так по очереди. Я думаю, этого будет достаточно. Идем дальше. И так, как можете заметить, получился достаточно интересный ландшафт. Теперь давайте приступим к текстурированию. Но не с помощью готовых текстур из Megascans и других библиотек. А с помощью процедурной генерации внутри Word Creator. Так как многие уже об этом просили. Итак, чтобы начать текстурирование ландшафта. Нажимаем на иконку кисточки и там уже создаем новый слой для текстур. Для этого кликаем на кнопки Add Layer. Как и в случае с фильтрами. Вы можете добавлять несколько слоев. И в каждом иметь неограниченное количество текстур. Так вот. Чтобы начать процедурное текстурирование. Нажимаем на кнопку Add. Затем используем стандартную библиотеку Word Creator. И в списке текстур выбираем White. После чего нажимаем на кнопку Add 5 раз. Чтобы добавить 5 текстур такого вида. Затем возвращаемся к списку добавленных текстур с помощью кнопки Back. В итоге, вы увидите 5 текстур в слое. Именно с ними мы будем работать. И приступаем к их настройке. Делаем активно первую текстуру. В ее настройках спускаемся ниже и активируем опцию Slope Select. Пока оставим все по умолчанию и включаем следующий слой. В этом слое тоже активируем Slope Select. И чтобы было видно изменения, для Shade изменяем цвет на красный. Далее вносим изменения в настройки Slope Select. И то же самое делаем для других слоев. Немного изменяя их параметры. Шатэн. И что начнется взб alted, чтобы выбрать номер номер 9. Пока внизу включаемывайтесь на канал. Но для 4 слоя включаем операцию Flow Enabled. А до следующего снова Slope Select. В итоге, у Вас должен получиться такой результат и теперь нам нужно настроить правильные цвета для каждого из слоев. Итак, снова для удобства я начну настройку с первого слоя и выключу остальные. Затем сделаем такие цвета для них и снова поэкспериментируем с настройкой каждого слоя. Субтитры создавал DimaTorzok В итоге, у Вас должен получиться такой процедурный ландшафт, без использования текстур. Затем снова возвращаемся в Surface, вкладку Base и для параметра Precision ставим значение равное 1 к 4. В итоге, весь ландшафт перерендерится и Вы получите более детальную текстуру с разрешением 8К. Сразу хочу сказать, что такой ландшафт не подходит для Close-Up рендеров. То есть, если приблизиться и, например, поставить человека нажатием клавиши H, то Вы увидите, что в таком масштабе качества ближней текстуры и деталей дисплейсмента недостаточно. Но для дальних видов, такое качество подходит. Кстати, как только Вы включите 8К разрешение, вид текстур немного изменится. Так как появилось больше деталей и возможно, их нужно будет еще немного настроить. Давайте сделаем это. Если Вам не нравятся слишком резкие переходы между текстурами, то можно настроить плавный переход с помощью Slope Smoothness. Для Flow-Параметра это Lower и Upper Smoothness. Также при желании, когда у Вас есть уже готовый ландшафт, Вы можете вернуться в Surface и отредактировать разные параметры. Например, зайти в Fractal Noise Level Strength Step и уменьшить значение Level Strength Step 2.3. Кстати, Вы можете посмотреть подробный урок о Level Steps у моего коллеги Тайлор. Я оставлю ссылку на его видео в комментариях. Для Level Step 4 давайте установим значение, равное 200, а для 7-го тоже 50. И теперь, если Вы хотите увеличить количество точек Custom Base Shape, Вам просто нужно уменьшить значение Level Strength Step 1 до 0. В итоге Вы получите намного больше точек, чем было в начале и ландшафт станет немного другим. Теперь давайте отредактируем форму, двигая каждый из этих манипуляторов. Если вдруг у Вас сильно упал FPS, то можно временно понизить значение Precision. Например, до 4 метров. В итоге, после редактирования у меня получилась такая форма. После того, как Вы довольны ею, нажимаем Done Edit in Shape и увеличим Precision до 1 к 4. В результате получится такой Fantasy Landscape. При желании, можно зайти еще в фильтры и поэкспериментировать с настройками там. Субтитры создавал DimaTorzok В итоге, получился такой процедурный ландшафт. Теперь задача его экспортировать в Cinema 4D и отрендерить с помощью Arnold Render. Для того, чтобы экспортировать все нужные карты, переходим в экспорт. И в данном случае, нам понадобятся лишь две вкладки. Это Surface и Textures. Так как мы в дальнейшем не будем текстурировать ландшафт Quixel Mixer, то нам не нужна вкладка Heat Maps и на самом деле в World Creator очень много разных настроек экспорта. Позволяющих экспортировать что угодно. Например, Вы можете посмотреть урок, в котором я как раз занимался текстурированием в Quixel Mixer. Ссылка на него будет в описании. О других настройках я буду говорить тогда, когда возникнет необходимость. Но в данном случае, нам не нужны вкладки Simulation и Heat Maps. В Surface мы будем экспортировать Terrain Heat Map. Это будет Displacement карта. В большинстве случаев я использую XR и PNG 16, если первый не работает в каком-то рендере. Так как я не проверял работу XR в Arnold Cinema 4D, то как раз мы проверим это. Качество XR намного лучше, чем PNG 16-bit. Так как это 32-битная карта. Чтобы ее экспортировать, нажимаем на кнопку Export. С текстурами то же самое. Переходим в вкладку Textures и в Select Type, выбираем Color Map и нажимаем Export. Также экспортируем PNG 16-bit формат для Displacement, на случай, если XR не будет работать в Arnold Render. Далее открываем Cinema 4D. В Cinema 4D заходим в настройки рендера. Сразу же активируем Arnold Render. В этом уроке я буду показывать самую последнюю версию Arnold. Это 3.0.12. Для Cinema 4D R21. Самая последняя на данный момент. Плюс Arnold Core 6.0.1.1. Это тот самый, который поддерживает Arnold Production Render на GPU. Если зайти в Help, там есть несколько советов по использованию GPU рендера. Это установка значения камеры AA на 4. И Adaptive Threshold на 0.15 для Preview и 0.01 для финала. И конечно же, Max Camera AA от 30 до 50, а в некоторых случаях и 100 для лучшего качества. Поэтому возвращаемся в Cinema 4D, переходим в кладку System и в первую очередь выбираем GPU Render для параметра Render Device. Затем возвращаемся в кладку Main. Для камеры AA вводим значение равное 4. Обязательно включаем Adaptive Sampling и вводим значение равное PCT для AA Samples Max. Для Adaptive Threshold оставим значение равное 0.15. Этого для начала будет достаточно. Закрываем настройки. Затем переходим в меню Extensions. Cinema 4D to Arnold. И активируем IPR. После чего появившееся окно перетягиваем влево. Итак, теперь все готово для дальнейшей работы. Далее добавим Plane. Для этого нажимаем на эту иконку левой кнопкой мыши. Удерживаем ее и в появившемся списке выбираем Plane. Размер плана такой же, как и World Creator. 2048 на 2048. Затем заходим в Extensions. Cinema 4D to Arnold. И выбираем Arnold Sky. В его настройках для параметра Type. Активируем опцию Physical Sky. И увеличиваем значение параметра Intensity до 2. Я думаю, что этого пока будет достаточно. Выключаем IPR. И приступаем к настройке Plane. Для того, чтобы активировать Displacement для этого Plane. Нам нужно для Plane добавить тех Arnold Parameters. Для этого выделяем его. Заходим в меню Tags. Cinema 4D to Arnold Tags. И выбираем Arnold Parameters. Напротив Plane у Вас появится иконка Arnold Render. И внизу Вы сможете настроить разные параметры для него. Для Displacement Вам пригодятся настройки вкладок Subdivision и Displacement. В Displacement для параметра Height выставляем значение высоты, которое показывал World Creator. Для этого Вам нужно вернуться в него, активировать Observe Tools и посмотреть значение высоты. В данном случае это 400 метров. Вводим это значение. О настройке Bounce Padding еще поговорим. Так как возможно нам понадобится изменить ее значение. А сейчас создадим Arnold Material для Plane. Для этого нажимаем Create, затем переходим в меню Arnold, Surface и выбираем Standard Surface. Перетягиваем данный материал на Plane. Таким образом, этот материал будет применен к нему и мы сможем добавить Displacement карту. Для того, чтобы добавить Displacement карту, два раза кликаем левой кнопкой мыши на материале и нажимаем на кнопку Open Network Editor. И в появившемся окне перетягиваем Displacement Map, который экспортировали из Word Creator в XR и PNG форматах. Подключаем первую карту Displacement в слот Arnold Displacement. И давайте посмотрим, что получается на рендере. В итоге мы видим, что получился слишком low-poly результат. И все не выглядит, как в Word Creator. Так как, во-первых, в Plane не хватает сегментов и не активирована опция Subdivision сглаживания. Для начала давайте установим 100 сегментов для ширины и высоты в настройках Plane. Затем перейдем в Arnold Parameters и активируем Subdivision. Для этого в Type выбираем Cuttle Clark, а для итерации устанавливаем значение равное 3. Я думаю, что этого пока будет достаточно. При желании Вы всегда сможете увеличить значение итерации. Теперь, для того, чтобы Displacement отображался во вьюпорте, для удобной навигации нам нужно будет сделать его копию и активировать несколько специальных опций. Итак, временно включаем IPR, выделяем Plane. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C, затем Ctrl-V и получаем его копию. В этом Plane удаляем материал и Arnold Parameters. Переименуем его в Preview. В вкладке Basic для Visible in Render выбираем Off, чтобы его не было видно на рендере. Далее создаем Null Object. Для этого заходим в меню Create и выбираем его. После чего перетягиваем Preview объект в этот Null. Затем для Preview добавляем Deformer под названием Displacer. Для этого кликаем на данную иконку, удерживаем и выбираем Displacer. Далее данный Displacer перетягиваем на Plane, чтобы получилась такая структура объекта. После чего выбираем его и в вкладке Object активируем опцию Emulation. Таким образом, вы сможете увидеть Displacement, который настраивается в материале. Для того, чтобы добавить такой материал, для Viewport переходим в меню Create, Materials и выбираем New PBR Material. Его перетягиваем на Preview объект и заходим в настройки. После чего включаем Displacement и загружаем текстуру Displacement в слот Texture. Соглашаемся с предупреждением и настраиваем высоту Displacement. А также для параметра Type, активируем опцию Intensity. В итоге, во Viewport вы увидите Preview Displacement и мне кажется, что это очень удобно. Правда, почему-то при одинаковых значениях высоты, результат немного разный. Поэтому для Viewport я делаю его немного больше. Теперь давайте немного изменим настройки солнца. Для этого заходим в Arnold Sky и изменяем угол с помощью параметра Elevation. А также внесем изменения в параметры Asimus. Например, каким-то таким образом. Далее настраиваем какой-то такой ракурс и давайте добавим туман. Для того, чтобы добавить туман в сцену, заходим в настройки Arnold Render. Спускаемся ниже и открываем вкладку Environment. Там вы увидите две опции. Нам нужна вторая, атмосфера. Нажимаем на стрелку и выбираем Fog. После этого, у Вас внизу появится еще один материал с таким же названием. Открываем его настройки. Итак, чем больше значение параметра Distance, тем плотнее туман. Я обычно ввожу 10. Чтобы видеть туман, затем настраиваю высоту. Например, если Вы ведете значение равное 100 метров, то туман спустится ниже и появится легкая реалистичная дымка в основании гор. Конечно же, значение высоты тумана зависит от их высоты. Я просто рекомендую поэкспериментировать с этими значениями и Вы сразу же поймете, как они работают. Теперь, когда добавили туман, давайте применим текстуру Color, которую экспортировали из WordCreator. Для этого снова открываем Arnold Standard Surface и в появившееся окно перетягиваем эту текстуру. Затем ее нужно подключить к ноде Standard Surface. Для этого нажимаем на постоль круг у ноды Color Map и появившийся узел тянем на синюю карточку ноды Standard Surface. В итоге, у Вас появится меню, в котором нужно выбрать слот Color. После чего, у Вас понравится текстура. Таким образом, у Вас получится готовый ландшафт. Но это еще не все. Сейчас я Вам покажу, как добавить текстуру к материалу FOG и получить более интересный узор дымки. Для этого достаточно зайти в его настройки. Нажать на кнопку Open Network Editor. В панели поиска текстур пишем Noise и перетягиваем ноду C4D Noise в рабочее пространство. В настройках этой ноды для параметра Noise выбираем Fire. Сразу же уменьшаем значение контраста. Затем помещаем эту ноду в слот Color ноды FOG. И смотрим, что получается. Скорее всего, Вы сначала ничего не заметите. Для того, чтобы что-то увидеть, переходим в настройки FOG и увеличиваем значение параметров Height и Distance. После этого действия, Вы увидите, как появилась текстура. Но сейчас она проецируется на ландшафт и это выглядит нереалистично. Кто бы это исправит, возвращаемся в настройки ноды C4D Noise. И для параметра Space выбираем значение Raster. Таким образом, проекция текстуры исчезнет и результат станет намного лучше. Затем увеличиваем значение параметра Global Scale. Также экспериментируем с значением параметра Octaves. После чего, снова возвращаемся в настройки FOG. И пробуем разные значения для Height и Distance. И так до бесконечности. Варнольд есть еще один материал для более реалистичных объемных эффектов. Атмосфера и Volume. Но с ним есть другие проблемы, которые нужно решать. Поэтому я расскажу об этом материале в другой раз. Далее, заходим в настройки материала и давайте уберем этот резкий блик. Для этого, просто увеличиваем значение параметра Roughness. И кстати, при желании, Вы можете поменять цвет FOG. И сделать его более фэнтезийным. Для этого, возвращаемся в его настройки. Затем заходим в Cinema 4D Noise. И меняем цвет Color 2 на любой другой. Также, после всех экспериментов, не забываем нажимать комбинацию SHIFT плюс F10 и проверить лог рендера. Здесь 100% Вы увидите предупреждение о Displacement. И Вам порекомендуют изменить значение Padding. В данном случае, оно должно быть равно 4. Для этого, выделяем Plane с этим Displacement. Заходим в настройки Arnold Parameters. И вводим значение равное 4. Для параметра Bounce Padding. Тогда все будет работать как нужно. Затем, давайте отрендерим какой-нибудь ракурс и доработаем его в Photoshop. Я выбрал такой ракурс и мне еще захотелось настроить FOG. А также поэкспериментировать с настройками солнца. Для Distance FOG устанавливаем значение равное 5. И переходим к настройкам солнца. Для этого, заходим в Arnold Sky. Значение параметра Sun Size уменьшаем, чтобы тени были более четкие. Затем увеличиваем значение параметра Intensity. Далее меняем угол и положение солнца с помощью Asimus и Elevation. Да, мне однозначно нравится, что получается. Рендерим результат. Рендер закончился за 2 минуты в разрешении 1920х1080. Теперь можно перейти в Photoshop и сделать пост-обработку. Итак, чтобы сохранить полученный результат, заходим в меню File и выбираем Save Image As. Я обычно сохраняю все изображения в Targo Format и мне этого достаточно. Далее нажимаем ОК и открываем изображение в Photoshop. После чего проверяем композицию с помощью атрибута Reshield. В итоге видим, что нам нужно ее доработать. Какие-то части нужно увести в белое, чтобы композиция смотрелась интереснее. То есть в идеале у Вас в значении по умолчанию должен быть какой-то такой результат. Для того, чтобы получить такой результат, нажимаем Ctrl-M и изменяем положение точек кривой таким образом. Нажимаем ОК и смотрим на Threshold. Еще немного правим кривую и получаем достойную композицию. Если открыть историю и сравнить результаты до и после, Вы сами поймете, что мы изменили и почему так нужно делать. Результат стал более объемным и интересным. Также улучшить изображение можно с помощью меню Filter Camera Raw. Нажимаем на кнопку Auto. Далее изменяем каждый из параметров на свое усмотрение. И получаем более контрастную и интересную картинку. Затем снова проверяем изображение на Threshold. И видим, что результат стал лучше. Также после всех манипуляций, я еще сверху применяю LUT Filter с помощью атрибута ColorLookup. Например, мне очень нравится Teal Orange Plus Contrast. И для этого слоя я ввожу значение Opacity, равное 50%. И как видите, результат получился более объемным и контрастным. И если сравнить его с тем, что было до, то Вы сразу поймете, о чем я говорю. Кстати, за Threshold и другие правила композиции, я рекомендую посмотреть видео моего коллеги Евгения Гриппинского. Ссылки на эти видео я оставлю в комментарии. В них подается достаточно интересная информация, полезная как для художников, так и для 3D-шников. Эта информация поможет улучшить Ваши рендеры. Также еще один метод проверки композиции. Это использовать атрибут перевода изображения в черно-белое. Как только Вы примените данный атрибут, то Вашим глазам сразу станет понятно, объемная картинка или нет. И последнее, что я часто делаю с изображением, это применяю Length Texture, который можно найти в Google. Например, давайте применим какую-то такую текстуру в режиме наложения Linear Dodge. В итоге, Вы получите еще более объемную и атмосферную картинку. Например, таким же образом я создавал свое предыдущее изображение для 90-минут челлендж. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю Вам хорошего настроения. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok